Ты за здоровый образ жизни? Тогда будь с нами! Смотри программу Марины Ли. Позитив! Спонсор программы – городская клиническая больница номер 10, улица Тихоокеанская, 213. Кто-то из мудрых сказал, наше тело всегда говорит с нами. Если бы мы только могли на это время его послушать. Хорошее изречение, не правда ли? Что ж, учимся слушать, говорить и действовать. Смотрите и не пропустите! С оптимизмом в будущее! В сентябре этого года 10-я городская клиническая больница отмечает свой 60-летний юбилей. Вашему вниманию цикл сюжетов, посвященных этому событию. Это как хонь! Обладать поясом межконтинентального чемпиона Евразии среди профессионалов по версии драка дано не каждому. Не пропустите! Эксклюзивный мастер-класс с Дмитрием Тюкаловым. Кудо дайдо дзюку. Яростное каратэ. Родина этого стиля – страна восходящего солнца Япония, где гейши разливают жасминовый чай и боготворят настоящих воинов. Моим восточным героем сегодня стал абсолютный чемпион мира по версии драка Дмитрий Тюкалов. Мы начали с легкой разминки. Пробежка, приседания, удары рукой. Рука – как и ударный инструмент, да, наносим ей удар, так и защитный. То есть мы ей защищаемся, обороняем голову. Поэтому руки должны быть возле головы. Левая рука впереди, она передняя. Правая рука позади, она задняя. Значит, сейчас вот с этого положения будем наносить удар с задней руки. Руки, ноги или голова – что важнее всего для мастеров восточных единоборств? Без выносок колена не будет эффективного удара. Поэтому мы выносим колено. Чем ближе к груди, тем эффективнее. Ничего себе! Вот так, да. Это как конь. Мы плечи, корпус поворачиваем на ногу. Раз, два. И раз, два. Ну, это лишь первая серия нашей тренировки. А вот сейчас, кажется, сейчас мне придется надеть этот шлем. Суперсейв, если быть точнее. Это очень прочный пластик. Первые шлема изготавливали в Японии. Согрузку выдерживают очень колоссальную. А дышать куда? Кота дышать! Есть оптический обман, небольшой сначала. Но это временно. К нему быстро привыкают. Сейчас можно попробовать поработать на мешке немножко. И потом я подержу лапы. Все, пробуем. Легко сказать, пробуем. С одной стороны ногти мешают, а с другой – душно в этом шлеме. Как только ребята умудряются часами тренироваться. Ногой. Хача! С разворотом. Попробуем с разворотом. Ой, жадко мне. Понимаю, терпи. Хорошо, хорошо. Небольшой перекур. Отожмусь пару раз. И надо пообщаться со спортсменами. Посмотрите, как умело они отбивают удары. А этот юноша с желтым поясом. Сколько вы лет ходите сюда? Я четыре года. Кем вы себя видите? Ну, лет через десять. Ну, хочу тоже быть мастером спорта. Если кто-то пробует силы на соревнованиях, то для других цель состоит в том, чтобы быть здоровыми и выносливыми. Знаю, что многие болезни в процессе тренировок, они просто перерастают. И в процессе жизни им легче. Это, видимо, связано с тем, что физкультура все-таки – это здоровье. Так считает и президент Хабаровской Федерации Кудо Александр Закойщиков. Молодое поколение должно быть… Духом, телом, физически, нравственно. Осс, сказала я, и не без удовольствия продолжила тренировку с чемпионом мира. Кто знает, может быть, и мне когда-нибудь удастся поучаствовать в спарринге с великим Ван Дамом. Камни бывают бриллиантовые, камни бывают рубиновые, но есть еще в природе камни, которые многим не дают спокойно жить. Это камни желчные. И они не переливаются на свету, не дарят людям счастья, а наоборот, приводят к появлению острой боли в животе, рвоте и даже нарушению пищеварения. На желчные камни, то есть мы видим, что они раскалываются, они мнутся и могут вызвать обтурацию желчного пузыря, то есть закупорку, по сути дела. Пузырь после этого чего, как правило, увеличивается в объеме за счет того, что приток желчи не прекращается, а тока нет, и воспаление присоединяется. Как это ни печально, но желчные камни сами по себе не исчезают из нашего организма и не растворяются. Они гроздьями разрастаются в желчном пузыре, а все потому, что мы не обращаем внимания на то, что едим. Яичница на маргарине, картошечка на сливочном масле, гамбургеры и копченая колбаска. Ешь, пока рот свеж, любили говорить родители, ложками намазывая майонез на хлеб. Вот и ели, не задумываясь ни о чем. Вкусно же. Только непонятно, откуда брала и желтуха, а ультразвуковое исследование показывало, что в желчном пузыре появились камни, и их нужно срочно удалять. В 10-й городской клинической больнице каждый день операционный. Вот и сегодня нашу программу пригласили на лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря. Команда хирургов, анестезиологов и медицинского персонала работает быстро и слаженно. Сегодня первая скрипка Кирилл Геннадьевич Норкин. Он хоть и молодой специалист, но уже опытный. С эндоскопической хирургией дружит почти 10 лет. В совершенстве владеет скандинавской методикой, используя скальпель последнего поколения «Гармоник-300». Этот гармонический скальпель позволяет пересекать сосуды до 5 мм в диаметре, причем на узкой линии довольно-таки, и в связи с чего не требуется такое дополнительное клипирование. Вообще плюсов у лапароскопических операций очень много. Это и быстрое восстановление, минимум 2-3 дня, и вас выписывают. Значительно меньше рубцов на теле и практически никакой боли после операции. Но самое главное, теперь вы забудете о приступах, которые не давали вам спокойно жить. Далее в программе. С оптимизмом в будущее. Продолжаем рассказ о новых достижениях в области медицины городской клинической больницы номер 10. Быть победителем и лауреатом ежегодного конкурса «Признание» – название лучшей по профессии – всегда почетно. Ведь это ежедневный труд всех сотрудников больницы – от санитарочек до кандидатов медицинских наук. По итогам городских конкурсов 10-я горбольница признается сегодня одним из лучших учреждений здравоохранения города по обслуживанию ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан. Эти награды и благодарственные грамоты – лишнее тому подтверждение. Конечно, это очень почетно для нас. Это заслуга и награждение коллектива за тот действительно огромный вклад, который вносят наши сотрудники в дело здоровья населения. И в частности, население Хабаровского края. Больница активно работает над укреплением и международных связей. Одним из таких примеров можно считать подписание соглашений о взаимном сотрудничестве с ведущими клиниками Южной Кореи и Харбина. Это, безусловно, дает возможность, конечно, продвижению медицины вперед. Потому что обмен опытом и международным опытом – это, конечно, прогрессивное сегодня течение, которое дает возможность не только посредством литературы заочно что-либо узнать, но есть возможность очно пообщаться, обменяться теми или иными научными воззрениями, научным опытом, взаимообогатиться. От этого выигрывает только пациент. Вера Викторовна Юхно – заслуженный врач Российской Федерации. Кандидат медицинских наук, доцент, депутат Городской Государственной Думы. 26 лет она работает главным врачом 10-й городской клинической больницы. Свою карьеру начинала в Комсомольске-на-Амуре, где первые 10 лет была врачом-токсикологом и там же защитила кандидатскую диссертацию. Одновременно с практической деятельностью Вера Викторовна Юхно преподает в Хабаровском государственном медицинском университете. Я от этого получаю заряд бодрости. А самое главное, самое главное, что когда смотришь в эти глаза и видишь заинтересованность, то понимаешь, что, наверное, всю жизнь ты проработал не зря, что твой опыт кому-то пригодится, а в конечном итоге это обернется, ну, в общем-то, позитивом для пациентов. Гиппократ в свое время сказал, в какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, несправедливого и пагубного. И это мудрая мысль сегодня в сердцах каждого сотрудника 10-й городской клинической больницы. Ты за здоровый образ жизни? Тогда будь с нами! Смотри программу Марины Ли «Позитив». Заявки на участие в программе «Позитив» мы принимаем по телефону 62 65 16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...